Порядка 10 тысяч безбилетников в троллейбусах в год удается привлечь к административной ответственности. Как отмечают в троллейбусном управлении, эта цифра из года в год практически не меняется. В автобусах за 2020 год было выявлено 13 878 пассажиров, которые проигнорировали оплату проезда. Это на 1250 меньше, чем в 2019. Напомним, штраф за безбилетный проезд до одной базовой величины. Если вопрос решается на месте, нарушитель оплачивает 14 рублей 50 копеек, это половина базовой. В случае, если пассажир не согласен, составляется административный протокол. Тогда размер штрафа рассматривается оператором пассажирских перевозок. Бывают случаи, когда безбилетник признает свою вину на месте, но денег на штраф нет. Тогда в течение 30 суток он может оплатить полбазовой. Если он пренебрегает этим, то штраф увеличивается уже до двух базовых величин. По-прежнему возникают конфликты между пассажирами и контролерами. Если раньше доказать правоту каждого было сложно, в последнее время спорные ситуации разрешаются просто. Ведь уже как несколько лет проверяющие пользуются камерами видеонаблюдения. Это стало дисциплинировать и пассажиров, и контрольно-ревизорскую службу. Из-за пандемии коронавируса весной стало невозможным купить талончик у водителя. Однако появилась возможность бесконтактной оплаты с помощью приложения на телефоне. Более того, несмотря на коронавирус, как отмечают в троллейбусном управлении, пассажиров в общественном транспорте меньше не стало. Мы стараемся сделать все для того, чтобы нашим пассажирам было комфортно. Мы ежедневно обрабатываем салоны троллейбусов. Мы водителям троллейбуса выдаем средства индивидуальной защиты, а также средства в том числе для обработки салонов, которые на конечных обрабатывают. Мы стараемся. Мы хотим, чтобы наши пассажиры пользовались нашим общественным транспортом. И как все это показывает, в принципе, такого большого количества людей, заболевших на нашем предприятии, при соблюдении всех санитарных норм, у нас такого не было. Поэтому мы как осуществляли перевозки пассажиров, так и продолжаем осуществлять. В Беларуси активно развивается пассажирский электротранспорт в рамках программы по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический. К примеру, в Гродно в новых спальных районах курсируют только автономные троллейбусы. В 2020 году были созданы новые маршруты. Номер 5, который связал Гродно-Азот с новым микрорайоном Колбасино, а также продлены троллейбусные маршруты номер 7, 14 и номер 23. Улица Саяпина, улица Адельская.